Сотрудники соцзащиты Самарской области с начала года привели более полутора тысяч консультаций по выплатам на первенца. Дополнительная господдержка в виде ежемесячной выплаты начала действовать с 1 января этого года. В промышленном районе Самары полсотни семей уже получают это пособие. Наша съемочная группа встретилась с молодыми родителями и узнала, сколько времени уходит на оформление бумаг и на что они тратят выплату. Кристина всегда мечтала о сыне. Счастью не было предела, когда 2 января на свет появился Мирон. Пока папа на работе, молодая мама занимается малышом, ходит в бассейн, на массаж, играют и гуляют на свежем воздухе. О том, что родителям, чьи дети появились на свет или были установлены с 1 января, полагаются специальные выплаты узнали в местном управлении соцзащиты. И первыми в промышленном районе предоставили документы на их получение. Теперь им выплачивают ежемесячную прибавку к семейному бюджету почти в 10 тысяч рублей. Поддержка большая, хорошая, и вот поэтому мы быстренько собрали документы. На самый первый выплат мы купили Мирону качели. Покупаем все необходимые памперсы, мази, присыпки, ну все, что нужно для ребенка. Растет он быстро, и поэтому каждые 2 недели покупаем новую одежду. В принципе, все тратится на ребенка. В промышленном районе полсотни семей, где в 2018-м на свет появились первенцы и уже получают ежемесячные выплаты. Такая поддержка появилась в рамках десятилетия детства, объявленного президентом страны. На выплаты самарским первенцам в этом году предусмотрено больше 400 миллионов рублей с федерального бюджета. Главное, чтобы совместный заработок мамы и папы не превышал 49 824 рублей в месяц. Для нас это как бы небольшой праздник, когда приходят семьи оформляться на данный вид выплаты. Настроение повышается, и хочется все возможное сделать для того, чтобы ускорить этот процесс, чтобы быстрее назначить, и люди получали эту меру поддержки. Она существенная очень. За консультацией по выплатам на первенцев в соцзащиту с начала года обратились более полутора тысяч человек. Специалисты напоминают, что для оформления пособий необходимо собрать справки о доходах, сведения о кредитах, паспорт, свидетельство о рождении ребенка и прийти в органы соцзащиты населения. Если семья обращается в первые шесть месяцев жизни малыша, то выплата назначается с даты рождения ребенка, если позже, то с даты обращения. Назначается на год. Потом, по истечении года, нужно будет прийти и переоформить пособие. Там нужно будет по новой, собрать снова, собрать пакет документов, подтвердить право на это пособие. Процедура оформления довольно простая и много времени не займет. По желанию родителей, специалисты выезжают на дом и помогают с оформлением документов. Татьяна Пудова, Алексей Гриднев, Новости губерния.